Как бы я не нахваливал движок Love 2D в прошлом ролике про создание игр для семейства 3DS, но Unity всё равно остаётся более привычным. Привычные инструменты для разработки очень сильно радуют, а мультиплатформенность тут реально огромный плюс. Но и дико круто, когда одни и те же принципы для разработки можно применить как для PlayStation Vita, так и для ПК, или для 3DS или семейства Xbox. И именно благодаря работе Unity на моей 2DS мне получилось сделать прототип, который давно хотелось попробовать, но далее подхватил идею и продолжил делать уже на Vita. Потому не застревать в текстурах, и давайте я вам всё подробно расскажу. Начнём с того, что ещё перед записью прошлого ролика я пробовал запустить Unity, но, увы, ничего не получилось. Проект полностью не стартовал на реальном устройстве. Но особенно странно было то, что на крупнейшем форуме GBATEM, где обсуждают консоли и Homebrew, была тема, в которой был и тутер, и люди писали, что проекты у них запускались. Да и на ютубе можно было найти ролики, как кто-то пробовал прототипы, и они работали. При этом буквально на днях Nintendo закрыла доступ к SDK, ну и Unity для 3DS. Хотя раньше это было полностью бесплатно и легально. Точно также до этого закрыли доступ к SDK для Wii U, но про это как-нибудь в следующий раз. Никита, который не раз мне помогал, слил последнюю версию установщиков, всё ставится, запускается без проблем. Но потом, как я уже говорил, на реальном устройстве не работало. Мы с ним провозились почти, ну где-то два дня, ничего не вышло и забросили. У меня было предположение, что может быть в более ранней версии Unity вышло бы получить рабочую сборку. Ну увы, хоть файлы и легальные, но в сети их не найти. И вот тут мне сильно помог подписчик канала Вася Дво, который в комментах написал, что попробовал давно на Unity и у него получилось запускать проект. Он переслал мне старую версию и в итоге всё получилось. Потому ещё раз большое спасибо Василию, ради этого стоило хотя бы создавать канал, чтобы иметь возможность общаться с интересующимися людьми. Про установку рассказать чего-то интересного не выйдет. Вперва нужно поставить утилиту для разработчиков от Nintendo, где указать файл на ZARF-архив, в котором сразу находятся SDK, утилиты, ну и все нужные вещи для разработки по 3DS. В ходе установки программы будут уведомлять, что перезагрузят комп, не пугайтесь. Это надо будет сделать лишь после полной установки. Если вдруг чего-то не встало, то ZARF-архив открывается любым архиватором и любой пакет можно будет полностью переставить. Также в этом архиве последняя версия Unity 2017. Я после установки всего пакета её удалил, но для надежности сперва лучше наверное её всё-таки поставить. И потом распаковываете в любую папку архив с Unity 5 версии от Василия, запускайте редактор, ну и можно приступать к разработке. И вот тут уже есть важные для упоминания моменты. Так как у нас семейство 3DS, то важно упомянуть, как настроить два экрана, потому что многие с этой вещью не разобрались, ну судя по роликам на ютубе. Почти все прототипы, что показывали, дублируют одно и то же на оба экрана, что выглядит достаточно странно. Дело решается очень просто. Нам нужно создать две камеры, в параметрах которой появляется выбор верхняя эта камера или нижняя. Также в настройках канваса и UI элементов появляется такой же параметр. То есть на каком экране себя нужно отображать. Можно пойти дальше и выносить какие-то элементы на отдельные слои. На настройках камеры выставлять отображение слоёв. Ну и финальная опция, без которой при рендере на экране будет каша, это очистка буфера. Выбираем вместо скайбокса заливку цветом и все начинает работать. Помнится, что некоторые игры на той же DS, вроде Contra, позволяли одновременно использовать оба экрана для игры, но не просто выводить, скажем там, на нижний интерфейс или карту. Не очень сильно хотелось это повторить, и делается это довольно просто. Нам надо чуть разнести камеры по высоте, при этом не забывая, что на реальном устройстве есть небольшой зазор между экранами, отчего камеры недостаточно разместить, просто одну над другой. Я к ролику приложу свою настройку экранов, а может быть и выложу сразу на GitHub, посмотрим. После чего я запустил летающий шар, немного написал код и все заработало. Тут стоит упомянуть еще одну вещь. Помните, я в прошлом ролике про фреймворк Love 2D говорил, что там написание игры напоминает программирование для старых устройств, то есть когда перемещаешь точку по координатам и сам пишешь все физические взаимодействия. Тут же мы пользуемся взрослым движком, потому логика работы чуть меняется. Координаты у нас уже не экранные мира, потому расчет ведем не по краям экрана, а по объектам. Также я переписал код на использование встроенного физического движка и быстро накидал брейкер, добавив партии класс коллизии, ну и вышло в принципе вообще приятно, то что я и хотел. Коротко пробежимся по управлению. Я до этого писал для свеча, потому не вызывало удивления, что для управления тут используется своя нитендовская библиотека, где надо четко указывать нажатие определенной кнопки. Странным оказалось, что почему-то нет нажатия кнопки Select. Оно обрабатывается как Start, но тут уж как есть. Остальные кнопки все работают нормально. Подключается библиотека и проверяются нажатия. Ничего особенного. После написания прототипа его надо бы проверить в эмуляторе и на реальном устройстве. Жмем Build, ставим галочку cfile, экспортируем и первая сборка будет достаточно долгая, следующие уже будут куда как быстрее. И после сборки у нас получится два файла. CCI удобнее быстро грузить в эмулятор, а второй стоит в реальном устройстве. При этом cfile запустить в эмулятор не выйдет. Он будет ругаться, что файл нужно декомпилировать и переподписать. Для установки cfile на реальном устройстве нам потребуется взломанная консоль, но где в настройках LO поставить загрузку приложений от разработчика. Сделать это просто. Включите консоль, зажатый кнопкой select. Далее в меню выберите Set Developer Unit Info и если этого не сделать, то при установке пакета через FBA и консоль будет ругаться. Ну а далее запускаем игру, проверяем. Если до этого все работало в эмуляторе, то и на реальном устройстве все будет отлично. Кстати, в интернете упоминали, что после установки Unit Info обычно игры перестают запускаться, но у меня все отлично. И мой любимый Доктор Марио запускается, я уже две ночи проигрался до утра, чего заработал дикий недосыпь. Для начала хотелось бы проверить насколько консоль слабая. Именно тут я чего-то унитного сказать не могу, потому что толкового батчмарка нет, но вывод FPS на простом проекте показал, что 200-300 FPS в принципе все показывает без проблем. Ну примерно так же на простом проекте себя ведет и PS Vita. Но по мощности Vita напоминает какие-то довольно старые Android телефоны. То есть не стоит ждать чего-то особенного, при этом методы оптимизации те же. Это поменьше динамических теней, либо все запекать, попроще объекты и шейдеры. И вот про шейдеры надо поговорить отдельно. Большая часть стандартных не работает на 3DS, и это отличается очень от Vita. То есть есть пак шейдеров, я их еще не разбирал, но из того, что есть в Unity, работает пока лишь мобильной диффузией партиклы. Честно, у меня даже не заработал самый стандартный простейший Unleash, что очень странно. В этом ролике разбираться мне с этим честно не охота, это вообще отдельная тема, а учитывая, что она еще приумножается на ненависть Nintendo ко всему живому, то боюсь, что там очень будет страшно. Может не будет, не знаю, посмотрим. Из хорошего это заработал мой гоночный прототип. Ну вернее, как сказать, заработал. Он потенциально грузится. Дело в том, что игру я делаю на версии 2018, а для 3DS мы используем пятую версию. Да и даже если бы был 2017, там поменялся формат хранения префаба в движке. Отчего с наскока поменять все не вышло. Есть рабочий способ переделать все это. Надо скриптом или руками через текстовый редактор заменить некоторые строки в префаб и unity файлов проекта. Подробнее можно почитать на реддите. Этот способ рабочий я пользовался им не раз, хотя и бывают проблемы. Тогда надо будет ставить 2018, потом распаковать все профабы, сохранить в проекте, ну а в более старые версии уже пересобрать. Нудно, но работает. Ну и с гонками, честно, я не был готов все это пересобирать. Попробовала лишь авто, одно маленькое простенькое, оно работает. Теоретически будет работать и весь проект, но повторюсь это чуть позже. Далее стоит добавить, что и в коде есть небольшие отличия. Скажем, не будет работать функция Signet Angel. Это тоже не проблема вручную пересчитать угол между векторами, но итоговый набор косяков не сильно меня вдохновил переделывать уже готовое. Пока интереснее поиграться с чем-то новым. А поиграться тут есть чем. Честно, дико воодушевился возможностям консоли. Все же два экрана это прикольно и довольно необычно. Ну а после того, как разобрал с настройками проекта, то стало даже грустно, что сейчас по 3ds сделать что-то коммерческое не выйдет. Ведь было бы интересно написать какой-то проект, который бы использует необычные методы управления и те же самые два экрана. И пока я обдумывал эти мысли, то мне в голову пришла другая идея. Немного помучать Виту и сделать прототип, чтобы не держать консоль обычным способом, а повернуть ее боком. Само собой, что все получилось и получилось довольно прикольно. Сейчас я делаю прототип, где можно подбирать power-up, от чего экран будет поворачиваться и будут меняться кнопки управления. Такое делать не принято для ПК или консоли, но прототипки оторвались по полной и тут Unity помогает оторваться уже и нам на полную. Если вам в голову придут какие-то интересные мысли по поводу проектов на портативке, включая Switch, то пишите, я выслушаю, а может быть даже попробую реализовать. Ну и не застревайте в текстурах и всего вам доброго.